На улице Якутска завершаются работы по замене теплосети. Напомним, что на этом участке проводится капитальный ремонт дороги, который реализуется в рамках Всероссийского национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И параллельно с этим муниципалитет решил заменить теплосеть, чтобы в будущем не приходилось заново перекрывать улицу. Суммарно заменили 150 метров магистрали. На это потребовалось около двух месяцев. Однако, если бы не было сильных дождей, при которых в принципе нельзя проводить сварочные работы, и после которых приходилось устранять все последствия непогоды, Магадан-Сеплосеть справилась бы со всей заменой быстрее. Сейчас на этом участке специалисты занимаются перекрытием плитами канала, обмазкой и гидроизоляцией. И только после этого начнется засыпка. По договору мы заключили договор со специализированной организацией дорожниками на обратную засыпку. Ну и этот вопрос будет под нашим контролем. Здесь дорожники будут сами выбирать это время, потому что они подстраиваются под свои работы непосредственно, когда что они будут здесь заниматься асфальтированием. Я думаю, что это в ближайшее время никто не будет затягивать, потому что у них свои контрактные обязательства по дороге. Однако самый сложный, масштабный и затратный проект Магадан-Теплосети – это замена первой тепломагистрали на улице Советская. Ведь там идет не просто замена теплосети, а замена магистрального трубопровода с увеличением диаметра. Раньше там находилась труба с диаметром 500 мм и обеспечивала она три центральных тепловых пункта, но сейчас ее диаметр увеличивают на 300 мм. Поэтому в недалеком будущем она уже сможет передавать тепловую энергию в гораздо большем объеме. Также она будет находиться в полностью проходимом канале со освещением, чтобы специалисты могли спокойно проверять и обслуживать трубу. Поэтому за все время работы новой трубы на этом участке не потребуется делать большие траншеи и перекрывать улицу. Но несмотря на то, что это самый сложный проект, к ноябрю этого года новый трубопровод должен быть полностью готов к эксплуатации. И затем специалисты смогут приступить к оставшимся работам, а именно к обратной засыпке и открытию улиц. Продолжение следует...